Все паспорта, документы, анализы, значит, проверка всех отверстий и как бы все нас отпустит. Опа, и отчаливает. Понеслась. Ничего себе, как бодро, смотри. Что, есть? Офигеть. Круто. Но он не включает, лучше высушить сначала. Ну, это просто зачет. Так, какой-то улов у нас вот. Снова рыба. Зая, большая рыба? Маленькая. Так, что-то тунец. Нет, это селед. Макрель. Ну ладно. Забираем? Забираем. Все, забираем. Длинный конец справа, это держишь в руке. Просто держишь, чтобы она у тебя не нертоцана. Так. Мизинец от себя. Да. Взял петля. Вот у тебя рука уже внутри петли. Ей хватаешь свободный длинный конец, достаешь его. Опять у тебя рука свободная. Ей хватаешь короткий конец, протаскиваешь и здесь даешь нагрузку. Все, у тебя получился узел. Прикольно. То есть твоя рука два раза хватает веревку. Вначале длинную, потом короткую. Ну, в мореходке по друму. Другой, по друму. Еще раз показываю. Вот она зашла, провернул, взял, засунул, взял, потянул. Ну, там тебя уже потянуло. Там тебя уже потянуло. Тебе все время под нагрузкой. Ну, да, может быть, а может и нет. В чем отличие от того? Если вот эта линия у тебя уже под нагрузкой, вот она херячет тебя, тебе вот, ну, вот это надо, нет, можно, но тебе все время нужно будет вот это сюда продираться, чтобы забрать. А если этот конец как вываляется, ну, свободным, ну, ты тебя еще не тянешь, то вот таким способом проще, быстрее, чем это самое. Ты все, вот этот раз, ну, тебе очень легко вяжется. Поэтому вот мореходский способ, он в другую сторону, когда у тебя тут под нагрузкой, и тебе надо, ты фактически вот этой рукой снимаешь нагрузку, а этой рукой уже там что-то выкручиваешь, чтобы как-то тебя не это самое, не... Ну, вот я, по-моему, не ошибся даже. Ну, не ошибся, правильно. Все правильно, да, просто маленький получился. То есть, если нагрузка сильная, нужен мореходский. Если ты просто болтаешься как сосиска, тебе этим будет быстрее и проще. Дорогие друзья, кто знает правильный ответ, как лучше, да, первый способ или второй, пишем в комментариях. А кто не знает оба, приезжаем к нам учиться. Так, какой-то улов у нас вот. Сейчас как поймает Олег, как достанет. Да, ну, я уже помню, как было в прошлый раз, поэтому надо по чуть-чуть. Но я не думаю, что и нам в смысле есть такую рыбу врать, честно говоря. Маленький тунчик. Не, если маленький, не берем. Не-не-не, не в коем случае. Нет, ну, может кто-то захочет. Нет, тут вам его двоих можно жарить. Кто его будет жарить на кого? Поднимай. Будем? Ну, давайте. Да, его там красивенькое. Я не могу нарадоваться, что дежурство сегодня вот этого человека. И он будет чистить рыбку. Ну, давай, я не могу ее. Ну, ничего. А кто хочет есть севиче с авокадо? А я могу есть. Ты дежурный, пожалуйста. Кто хочет есть, тот хочет чистить. Четвертый день нашего путешествия. Сегодня поймали первый раз рыбу. Поймали такую маленькую, маленького тунца. Вот он, видишь? А работы сколько тут? Убирать все в крови? Вот, нечего делать Олегу. Теперь еще бы решить, кто ее будет чистить, того тунца, которого поймали. Волны сегодня сильные. А чай хорошо нас. Ну что, была приобретена замечательная термосумочка. Специально для вот таких вот случаев. Опа. Значит, мы можем сюда положить рыбу длиной до 80 сантиметров. А если что, можно и больше. Вот так. Открываем. Ледико сюда. Оп. И она здесь захладится. И мы ее сможем нормально разделать. Вот такая замечательная приобретение. Понятно. Все, сейчас. Но надо рыбу поймать такую, как ты купил сумку. Мы просто забьем ее вот такими маленькими брусами на пол. А та, которую вы купили, я могу и морозилку засунуть. Даже в маленькую морозилочку. Да, можешь? Засунь. Конечно, могу. Да, так засунь. Ну все. Тогда оставай что-то. Надо побольше, котик. Вот лежишь себе. Отдыхаешь на переходе. Тут снова какие-то крики. Тут что-то такое. Там не появится рыба. Осторожно. Осторожно. Не подходите к краю, пожалуйста. Мы маленькими доберем. Сажим, пройдем. Снова рыба. Зая, большая рыба? Маленькая. Все? Отлично, отлично. Круга. Главное, погодайся от скал. Я пойду. Аня передняя, по-моему. Это белая рыба. Белая. Все? Да. Смотри, какой красивый. Почти, это нормально. Это шестая селедка. Это селедка. Это селедка. Выпускай. Нет. Вот, селедка. Может, это крунец? Нет, это селедка. Макрель. Макрель. Пожалуйста. Ну ладно. Забираем? Забираем. Все, забираем. Круто. Друзья, кто всегда хотел присоединиться к нашему приключению но еще не успел этого сделать, есть отличная возможность наверстать в следующем году. Мы стартуем наш сезон в конце апреля на Закинтосе и Кефалония. И это потрясающий яхтенный регион. Вот самые инстаграмные фото со Средиземного моря, которые вы можете получить, это Закинтос и это Кефалония. Мы будем там с конца апреля до июля. В июле мы стартуем и проходим через Каринский канал. Это вот такой вот узенький, вы наверняка видели, очень интересная практика. В Котворный канал проходим на Афины. Мы по дороге заходим в Эпидаврос, там фантастический амфитеатр античный. Из Афин. В Афинах мы тоже тусуемся неделю или две. Посмотрите внизу по ссылке в описании, есть все даты. Мы будем на Игине, на Гидре, на Специя, на Эпидавросе снова, на Поросе. В общем, это вот из Афин вообще классика яхтенного жанра вообще по Средиземному морю. Греция просто бомба. После этого мы идем и проходим за две недели самые потрясающие Кикладские острова. Это Милос, Миконос, можешь две недели быть с нами. Это, кстати, возможность тоже есть такая. А можно с Миконоса потом улететь. Прилететь в Афин и улететь с Миконоса. И идем аж до Родоса. Проходим все Киклады самые сочные. На Лесбос обязательно, кстати, зайдем. После этого с Родоса, это уже будет сентябрь. В сентябре мы идем на Марморис, Фетхие. Это тоже турецкая ривьера, самое шикарное вообще место, что может быть. И, честно, из нашего опыта, вот эти вот места, это действительно самый кайф и тот, что стоит посетить на яхте. Все остальное тоже, но оно не так. Ну, Хорватия еще, да. Но Хорватия мы пойдем уже чуть-чуть попозже. Итак, в конце октября вода еще, кстати, 26 градусов. Проверено лично. Мы выходим из Фетхие и идем назад на Закинтос, на Кефалонию. Это мы за две недели. Фантастический яхтенный опыт для тех, кто хочет его получить. За две недели проходим весь этот маршрут. 600 миль назад обязательно посетим. Там красивые античные крепости, яркие места. Все еще раз посмотрим и получим отличную офшорную яхтенную практику. Итак, друзья, кто еще не успел, уже все расписано на следующий год. Внизу по ссылке в описании. Жми. Спасибо, что вы с нами на канале. Приезжайте. Мы вас любим. Субтитры сделал DimaTorzok Что ты хочешь, мышка? Я же нормально покушала. Можно мне теперь конфетку? Беззубик тут возле меня кушает. Красивый такой. Конфетку выпрашивают. Да, Теленин? На тебе вот конфетку. Это сосиска. Давай, где конфету? Погодка у нас подпортилась конкретно. Вчера еще было лето. Мы так наслаждались. Все четыре дня нашего путешествия были просто сказочными. А вот сегодня дождь был, во-первых, ночью сильный. У нас был открыт люк. И как залило водой. И не только у нас. У наших гостей тоже. Ну, качает хорошо сегодня. Куда-то уже пришли. Наверное, будем здесь стоять сегодня ночью. Представь, как меня подкачало. Я спала, как младенец. Да ты что, так тошнило тебя? Обалдеть. Держи нормально. Не шевелимся. А я уснула. Под нами три метра. Морячка наша. Самое главное. Молодец. А зато у меня третий зуб выпал. Ножи взять, да? Шучу. Там желтый нож. Сейчас я просто знаю, что усы занимают 7 метров. Поэтому, для того, чтобы отдать мне назад 40, я сейчас поднимаю цепь. Снимите жвакугаус, пожалуйста. Поднимаю цепь до 32, чтобы осталось потом снова готовым. Никак, не осторожно. Только когда мы отдадим усы, у нас осталось 40 метров. У нас осталось 48 сейчас. Усы 7 метров, да? Да. Можешь на секундочку мне рассказать, что там по погоде сейчас? Вот сегодня уже испортилась погода, стало очень серо и холодно, и такие волны. Это мы что, в шторм будем идти? Да, завтра будет, нет, завтра у нас еще будет легкий переход. Мы идем в Бодрум, а вот послезавтра мы стартуем рано-рано утром, у нас будет до 35 узлов ветер. И мы будем идти весь день, для того, чтобы пойти в хороший какой-то греческий остров дойти. И потом еще пойдем с этого острова, еще пойдем на этот, где пати вечная. Милас, Миконас. Нет, Миконас, на Миконас пойдем. Пойдем на Миконас, но это будет дальше. Какое пати, уже сезон закончился. А мы закрывающий сезон, такие, знаешь, такие, опа. Мне так сбросать ничего нельзя, даже полотенце. А что, полотенце выкидывало? Нет, право, у нас сверху ничего, чертежок, походим, не в кораллу. Хорошая мысль, надо освоить эту планку. Так, плывем на берег. А мы можем постоять, уже нас встречать, потому что он как-то не предусмотрел. Хочем посмотреть местные достопримечательности, погулять. А то целый день в яхте так, блин, качалось сильно. Хочется приземлиться немножко. Вот почему, когда заходишь в Тузик, всегда надо смотреть, чтобы телефон был в кармане, а карман закрыт. Вот, пожалуйста, вчера вечером сплавали на берег, и телефон был утоплен. Сегодня утром, искали-искали на лодке, искали-искали, не нашли, и вот, пожалуйста. Что, есть? Офигеть. Круто. Но он не включай, лучше высушить сначала. Но это просто зачет. Крайне мере, симка спасена. Может он... Хотя сам сам, он же вроде водонепроницаемый. Сейчас посмотрим. Ну, где-то 3 метра. Но надо высушить, да. Ну, он до 10 метров. Может, оставочку какую-то с пресной водой-то с положить? Да, да. Да, прикинь. Да, хорошо. Положи в тарелку с пресной водой. Глава вначале достать всего. Что лишь достать? А, ну, да. А можно не класть тарелку свою? Зачем? Промыла все. И там похоронил гримитичного, а там похоронил гримитичного. Круто. Ну, будем посмотреть. Клывем. Уже шестой день. Непусечка сегодня нарядила свое платье Афродиты. Она такая богиня любви и красоты. Кушает вкусные свои хлопья. Читает книжечку. Делает что ты делаешь? Браслетики. Не браслет. Ну, покажи. Покажи, что ты делаешь. Мышка. Покажешь или нет? Не покажешь, да? Ну, ладно. Все тогда. Не в духе наша крошка. Пойду дальше. Значит, один прибывший. Значит, идем. Волна, ветер, все как положено. Новый наш прибывший на борт. Так, гость. И идем дальше. Ух, ветер, конечно, сильный. Наш капитан дня Миша сегодня. А у капитана работа вообще не пыльная. Подходим к Бодруму. Тут красивая крепость такая есть. Очень даже симпатик. Так, малышня тут регата устроила. О, а у нас нашим малышня упражняется. Смотри, эту командору ручку вперед. Малый вперед. Раз и все. Так, есть, есть. Снимаем стаксель. Еще один. Все, обладим на него. Смешивай подвес так. Мы сейчас подходим к бодру, будем швартоваться, готовимся. Перевешиваем кранцы на нужную высоту. Капитан Андрей командует всеми. Ой, там что-то красивое, ой-ой, класс, надо пойти посмотреть какая-то крепость. Так, подходим мы на заправочку. Нас тут агент будет ждать. Надо пойти, чтобы нам помогли. Ближе, ближе. Нормально. Здесь у нас получается не только заправочка. Мы здесь ждем агента и выходим с Турции и заходим в Евросоюз. Метр двадцать, корма подходит. Два метра. Рекущий край не служит вам? Все, фендер нет, подтягиваем здесь. Подтягиваем, подтягиваем, убираем все в виду. Хорошо, что вы не успели забрать. Дай фендер большой. Я вижу, да, спасибо. Возьмите конец. Контенсировал? Спереди натянута, подходим к красному фендеру, отлично. Все, почти не надо. Я на нейтрале, дальше вы. Дальше вы. Отлично, есть. Подтягивай. Еще, Мак, натягивай. 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 Давай, давай, потихоньку. Сейчас я помогу. Сейчас чуть-чуть. Не надо себе помогать, что я делал. Так, что он. Может, 300. Да. Наваливай. Все, достаточно. Это достаточно. Все, речируем. Котик, что мы тут будем делать на этой стояночке? Фух, сейчас ждем агента. Чего мы будем ждать? Что за агент? Что он будет делать? Кахит, друг Ахмета. Ахмед, друг Тюркана. Мухаммед там есть? И, ну как, они будут заниматься нашими документами. А какими? Все паспорта, документы, анализы. Значит, проверка всех отверстий. И, как бы, все, нас отпустят. Мы будем выходить с Турцией, правильно? С Турцией. Окей. Понятно. Извините за нервы, но без этого не надо. Не, а что, очень спокойная парковка была. Хочу сказать, что после яхты ветер, это все не скелепит. Тут как танк, наверное. Едешь, дело все хвост. Мы могли пять раз подойти, отойти. Короче, идем сдаваться. А мы уже выходим с этой замечательной страны. Турция нам очень понравилась для яхтинга. Это был один из лучших регионов для яхтинга. Здесь было очень красиво, тепло, классно, колоритно. В общем, все в одном. И, конечно, из-за того, что очень классно, мы решили остаться не на три месяца, а на все шесть. Но это незаконно. И поэтому мы, прочитав и взвесив все возможные варианты, решили здесь просто немножко превысить срок пребывания в этой стране и заплатить просто штраф. И в интернете там написано было много всего. Много было людей в YouTube, которые рассказывали, сколько они заплатили штрафа и так далее. Короче, вот мы стоим на нашей яхте, стоим возле кастомс-сервиса этого. И немножко, конечно, у нас дебетские бы там не сходятся. Они хотели, в принципе, сначала взять взятку и открыто сказали, что без ничего, типа, давайте нам 20 тысяч лир. Но мы такие округлили глаза и такие, подождите, а почему вообще-то в интернете там сказано вообще совершенно другие суммы. Потом у меня украинский паспорт. Украинцам вообще не должны ничего считать. Нам можно здесь находиться и пребывать сколько угодно. Но у нас паспорта, два паспорта немецких. И из-за этого, короче, они говорят, давайте платите. Олег говорит, только официально будем платить, и типа, картой. Ну, короче, в итоге они нам снизили. Не 20, а 10 тысяч сказали заплатить. Ну, вот полиция с умным видом это все нам рассказывает, расписывает. Там что-то, час мозг нам мурыжили, что-то там записывали. Такие возмущенные, потому что нужно что-то еще там заполнять. А типа, как это мы на яхте и не хотим платить им 20 тысяч просто так. И нигде, чтобы это не было не записано. Ни без чеков и квитанции, знаете. В общем, система нам очень близка и понятна. Типа, как в Украине. Но мы хотим все-таки, стремимся изменить этот мир к лучшему и устранить коррупцию. Поэтому мы терпели час в кабинете у полиции. И они заполняли там все какие-то бумажки. Все равно нам насчитали в два раза больше. Но все равно, какие-то бумажки есть, что-то пойдет хотя бы в государство. Турция нам в целом очень понравилась. И мы обязательно приедем снова в эту чудесную страну. Я готовлю вкусный супчик. Ребята пока что заправляются. Большую кастрюлю сварю на пару дней. Так, что они там? Олег тут заправляет дизель. Молодец. У меня Олег вообще все успевает. Прям вообще и жнец, и жрец, и на дудей грец. Да. И туда, и сюда. Как пуля. Туда-сюда мечется. Коров подоел, коз попас, курей попокормил. У нас в тренировке тут Костгарда. Мы пришли на заправку, и тут, короче, вот он тут. Жу-жу, короче. Такие подъехали, пришвартовались, а мы заправляемся. А у нас тут заправочка, а их грючат вон студентов каких-то, значит, полицейские. Он их, а вы не так, они все мокрые, короче. Молодцы. Хорошо пришвартовались, красивый кузик у них. Два по 135 лошадей. Опа, и отчаливает. Понеслась. Еще себе как бодро, смотри. Крутя. Вау, ракета. Все, заправились, идем. Сейчас мы встанем на якорную стояночку вот туда и будем закупаться провиантом. А завтра выходим. Завтра 37-40 узлов будет ветер. Посмотрим, как оно, почем. Вышли мы закупиться в Бодруме. Вот нашли Ниграс, недалеко от нашей стоянки. Но это было, конечно, то еще испытание, найти вообще место, где оставить тузик. Потому что мы на якоре, мы не в Марине. И мы, в общем, вынесли тузик на пляже, оставили его. И мы теперь не знаем вообще, вот после того, как закупились, как мы с тележками вообще туда доедем. И как мы довезем еще до нашей стоянки эти все продукты. Там так штормит нехило. Волны хорошие. И очень, ну, так далеко реально мы стали на яхте. Придется как-то раза три туда-сюда мотаться, чтобы вот эти все продукты погрузить, отвезти. И явно, что все будем мокрыми. Неудобно, вот не продумано в Бодруме совсем. Может быть, мы не знаем места. Может быть, есть какие-то другие стояночки. Заказ встречаем в море. Значит, мы с Максимом, с провизией. Волны моря, красота. Мы молодцы, мы справились на даче. И теперь мы можем открепляться в дальнюю дорогу. Ну что, рассвет. И мы готовы выходить, наконец-то. Прощай, Турция. Флаги греческие. Кью-флаг, все с собой. Вот Бодрум, где тут эта крепость, вон за моей спиной. Бодрум нам, честно говоря, не очень зашел. Ну, хотя мы были, правда, всего один день. Ну, вот по природе нет зелени, скалы голые. Хотя городок очень симпатичный. А вот вокруг для яхтинга, не знаю. Придем в следующем году, обязательно в Турцию придем. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Но будет это Бодрум или все-таки мы вернемся в Фитхия. Возможно, даже вернемся в Фитхия. В любом случае, ты можешь посмотреть внизу по ссылке в описании, на нашем сайте, на наши маршруты, на следующий год и присоединиться. Я Олег, это Марина и Ника. Мы семья из Украины, которая решила взять судьбу в свои руки. Мы продали все, чтобы бросить городскую жизнь, купить яхту и превратить ее в наш плавучий дом. Делая прыжок в неизведанное, мы пообещали друг другу всегда быть счастливыми на нашем парусном катамаране. Подпишись, чтобы зайти на борт Happy Cat Sailing.